Здравствуйте, дорогие телезрители. С вами программа «Секреты большого бизнеса» с моряки и ее ведущие Алла Соколова и Ольга Корнилова. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Григорий Оветов, ректор университета «Синергия». Здравствуйте. Добрый день, девушки. Здравствуйте, Григорий. Первый вопрос, который хотелось начать. Как пришла идея создания того большого дела, которое есть у вас сейчас? У вас есть бизнес-школа, есть те предприятия, которые… Школа существует 30 лет. Мы, скорее, несколько лет назад приняли решение переупаковать нашу стратегию и сделать бизнес-обучение массовым, популярным, интересным, модным. И вот за последние 4 года наша команда сделала бизнес-образование модным, популярным. Это обучение, на котором собираются десятки тысяч людей в залах на лекции. Не только известных спикеров, но и неизвестных спикеров. Сидят 20 тысяч, пишут о том, как автоматизировать бизнес, делать лендовые страницы, настраивать ремаркетинг, ретаргетинг. Вот наша ключевая идея, которая к нам пришла, что если ты хочешь что-то делать, надо это делать очень большим, массовым, популярным. И поэтому мы вывели на рынок огромное количество продуктов для большой аудитории и оставили много нишевых продуктов для маленькой виповой бизнес-аудитории. Так появилась самая большая школа бизнеса в стране. А вы давно начали заниматься этим делом лично? Отлично, я образованием занимаюсь всю жизнь. Мне очень нравятся образования, книги, лекции. TED смотрю я с детства, и что-то из TED лучше было у нас реализовано на одном из наших продуктов под названием Synergy Global Forum. Школой бизнеса моя команда занимается с 2014 года. В 2015-м мы провели наш первый Synergy Global Forum. И после этого начался рост компании, которая сейчас выпускает без форумов в год порядка 40-50 тысяч предпринимателей и корпоративных менеджеров. С форумами плюс 150-200 тысяч человек, которые прошли программу обучения у нас. То есть получается, что в России сейчас очень востребовано обучение уже постинститутское, и сейчас все больше и больше людей понимают, что мало выучиться в институте, нужно дальше продолжать повышать квалификацию. Скорее мы делаем востребованным обучение после вуза, потому что, когда мы только-только вышли на рынок бизнес-образования, на нем властвовала вместе с нами еще кучка ботаников, бизнес-ботаников. У нас людей, которых очень сильно волнуют бизнес-термины, очень сильно любят учиться, и нас очень мало было. По сути, команда, которая в 2014 году прописала и начала реализовывать новую стратегию, сделала рынок бизнес-обучения, дополнительного профессионального образования, внутри которого считается теперь уже популярным ходить на MBA, ходить на семинары, на тренинги, ходить на форумы. Мы в этом году проведем 24 форума, 24 за год. Олимпийских я в этом году арендую 4 раза. Дискотека 80-х в Олимпийском проходит 2 раза. Мои форумы 4 в Олимпийском и еще больше в Крокус-Сити-Холл. Такого спроса не могло возникнуть просто так. То есть, синергия стала тем драйвером, тем пассионарием, который эту энергию вокруг превратил и рынок сформировался. Так же, как, например, из простого масс-маркетовского примера, никому не интересны бои без правил. Появляется ядро в виде Конора МакГрегора, такой пассионари по Льву Гомилеву. И UFC начинают смотреть миллионы человек по всему миру. Потому что одно ядро без него бы, это бы также кучка людей, которым просто очень интересно смотреть единоборство. Конор МакГрегор стал драйвером развития рынка. Вот в нашем случае Конор МакГрегор. Я привезу его в ноябре и вас познакомлю. Спасибо. Это с Энтони Робинсом. Не-не-не, с Конором. Надо расширять границы знания. Вы уже знаете, кто такой Энтони Робинс. Зачем вам опять с ним познакомиться? Вы уже его книги прочитали. А так с Конором познакомились. Очень хороший, симпатичный ирландец. То есть вы считаете, что все-таки сначала не спрос превалирует над предложением, а нужно сформировать предложение, и уже люди будут под него формироваться? Ну, мы можно по-разному. Есть разные бизнес-модели. Стратегия Глубого океана, стратегия Алого океана. Мы точно вышли на рынок, которого не было. Мы точно его формировали. Я помню этот рынок. Он был. В том примере, который я вам приводила, вот этот форум, на котором я участвовала, в котором я участвовала, и мне он очень понравился, он был, но как-то он быстро... Он был, но он был не системным. Да. Вот в этом вы правы. Я таких форумов, которые вы мне приводили, несколько знаю. И я точно знаю, что они отмирали, хотя и попытались быть... Ну, то есть Филиппа Котлера кто-то когда-то в Москву привозил и собирал на Филиппа Котлера 2,5 тысячи человек. Ну, по каким-то причинам эта штука, она отмирала. Я думаю, что по причинам несистемного подхода. Мы все-таки решили подойти к этому бизнесу системно. Мы построили системные каналы сбыта, маркетинга, продажи, системные каналы производства, продуктовые линейки. Я каждую неделю получаю от вас рассылки. Не знаю уж, как я попала в вашу базу данных. Простите. Простите, пожалуйста. Это очень приятно. Я извиняюсь за свои рассылки. Нет, мне это очень помогает. Вы первый человек, который похвалил мои рассылки, потому что мне обычно приходится просить прощения за них. В силу того, что мы их отправляем каждый день, я заставляю сейчас отделы email-маркетинга перейти на формат хотя бы три раза в неделю. Раз в неделю. Раз в неделю – это тяжело очень для меня. Это такая разлука с вами, я ее не потянул. Занимаясь так плотно сейчас обучением предпринимателей и вы действительно так плотно в этой теме находитесь, а как вы вообще оцениваете уровень предпринимательства в России? На какой стадии он находится? На зачаточной или уже какие-то более перспективные шаги, которые вы видите? Сначала мне казалось, что ключевая проблема страны, потому что у нас миссия какая? Наша миссия заключается в том, чтобы сделать Россию великой. Миссия школы бизнеса – сделать Россию великой. Мы, в принципе, к этому имеем какое-то отношение, потому что если говорить про то, как страна становится великой через социум, 144 миллиона населения, нам нужно, чтобы в них хотя бы процентов 10 были с хорошо развитым интеллектом, с мозгами, с энергией, желающие что-то сделать. Да, как раз хотел сказать, нам достаточно хотя бы 10%, 14 миллионов. Я, в принципе, остальные могут быть… Это ваш план, 14 миллионов обучить? Да. Дотянуться до них, коснуться их и превратить их вот в нас, в зомби. Зародить в них зерно какого-то предпринимательского. Пассионализм. Мы вот пытаемся сейчас продюсировать идею пассионарной этногенеза Льва Гумилева. Вот это наша цель конечная, поэтому мы так активно расширяем наши границы обучения. Если говорить исходя из этой цели, то я ставил задачу, чтобы доли предпринимателей в общей доле населения была больше. И когда мы получили недавно статистику Министерства экономики, мы осознали, что эта задача мною формулировалась неверно. Потому что доля предпринимателей от общей доли населения нормальная. 5-7% в принципе, как в Европе. То есть, 5-7% занимаются предпринимательством в той или иной степени. Проблема российская заключается в том, что они все очень дистрофичные. Весь бизнес очень дистрофичный. То есть, в этих 5-7% подавляющее большинство компаний состоит из одного человека. То есть, нет развитого корпоративного рынка с мышцами. Ну, американского, европейского. Когда вы говорите корпорация, что вы подразумеваете? Вы подразумеваете запасы, всякие Амазоны, Гуглы. Морикей, конечно. Я сразу о морикей думал, как мужчина, я думаю только о морикей. Вы думаете, а мы озвучиваем все. Да. А в России, когда ты говоришь корпорации, ты себе представляешь РЖД, Роснефть, Газпром. И это не так должно быть. Поэтому вот ключевая наша задача сейчас заключается в том, чтобы обучить предпринимателей и дать им толчок для развития компаний, чтобы появилось первые 5 сотрудников, 10, 20, или чтобы частная компания, у которой есть крепкий оборот в 4-5 ЕРДов, и это средний бизнес, и у них работает, допустим, тысяча человек, чтобы их компетенции становились выше, чтобы корпораты были сильнее. То есть, мы над этой задачей сейчас работаем, и, отвечая на ваш вопрос, ключевая российская проблема – это недоразвитость корпоративного частного рынка. Частного. Да. А как вы относитесь к женскому предпринимательству? Очень хорошо. Я вообще ко всему, что касается женщин, отношусь очень хорошо, значительно лучше, чем ко всему, что касается мужчин. А в чём отличие женского предпринимательства от мужского? Принципиальное, оно лучше. Всё, что женское, лучше, чем мужское. Вот вы любое ставьте и пите – женское и мужское. Мы с вами согласны. А вот если поподробнее. С вашей точки зрения. С мужской. Подготовлено. Женщины, они же вообще лучше мужчин. По всем параметрам. Мы с этим не спорим. Мы хотим предпринимательство. Поэтому и в предпринимательстве женщины значительно более адаптивные, гибкие. Вот есть, например, возраст, в течение которого женщина просто избивает мужчину своим уровнем эмоционального интеллекта и превосходством. Это там возраст до 20 лет. Ну, то есть несравнимо. Просто превосходство колоссальное. Оно там на порядок, на несколько порядков. Дальше мужчины начинают догонять женщин. И вот женщины, которые начинают заниматься бизнесом в 25-30 лет, они как предприниматели. Вся экосистема предпринимательская, бизнесовая, которая мне известна, женская. Кафе Андерсон, там Настя Татулова. Я знаю Лену Латышеву и Женю Уваркину. Это Липецк. Это ГК Трио. Я знаю достаточно много женщин. Тину Кандалаки. Я знаю очень много женщин-предпринимателей, и они, конечно, гибче. То есть они гибче. Единственный минус, в чём женщина-предприниматель может приграть мужчине, в силу того, что у женщины изначально чувство сохранности развито больше, чем у мужчины, она может быть менее резкой в ряде решений, которые она принимает. И менее рискованной, наверное. Ну, я это и имел в виду. В принципе, сократить количество банкротств, возможность почитать статистику, я не знаю, но мне кажется, что у женщин банкротств должно быть меньше, чем у мужчин. Как насчёт эмоциональности? Вот сегодня мы хотим заниматься бизнесом, завтра мы влюбились. Я не обращал внимания у женщин-предпринимателей на то, что черта эмоциональности, видимо, просто в силу того, что она занимается бизнесом, у неё эмоциональность становится конструктивной. Я не замечал. То есть я представляю себе эмоциональная инстаграмщица. Сегодня я хочу мороженое, завтра я хочу поспать. Эмоциональные женщины-предприниматели из того круга предпринимателей, которых я знаю лично, я их знаю много. Это я сейчас перевёл текст, с кем я близко дружу. Я знаю очень много. Я не обращал внимания, что эта черта им деструктивно помогает, деструктивно влияет на их развитие бизнеса. И мы делали синджи-вумен-форум, женский форум, в котором собрали полторы тысячи девушек буквально за полтора месяца. И я ещё раз обратил внимание, конечно, что это сумасшедший тренд. Женщины в бизнесе и вообще женщины-феминистки, и вообще женщины за права женщин, и женщины для женщин – это тренд трендов. И для бизнеса его очень важно понимать, потому что тренд на вот эту вот женскую часть… Точку зрения для развития бизнеса. Да, женское сообщество, женский бизнес. Хотя ведь границы очень условные, где женский там и мужской, сложно это понять. Женский форум от мужского у нас отличался тем, что на сцене были женщины, и в зале были женщины. По сути, это тот же форум, те же спикеры примерно, ну, те же вопросы, примерно. Очень условное разграничение. Но когда ты вот можешь это упаковать, то ты сразу себе гарантируешь новую, самую платежеспособную аудиторию в мире. Потому что, конечно, женщина в силу того, что это два кошелька даже платежеспособнее, чем дети. Дети-то только за них платят, а женщина сразу за два кошелька. Я, кстати, никогда не думала вот про два кошелька. Я вынуждена вас прервать, потому что у нас рекламная пауза. Дорогие телезрители, мы скоро вернемся. А мы продолжаем. И с вами программа «Секреты большого бизнеса» с моряки и ее ведущие Алла Соколова и Ольга Корнилова. И снова здравствуйте. И у нас сегодня замечательный гость. Ректор университета «Синергия» Григорий Оветов. И снова здравствуйте. Занимаясь этой темой, мне хотелось бы тоже, чтобы вы дали совет, ну или что вы считаете самым важным, какие-то три ключевые компетенции, которые должен иметь предприниматель для молодых людей. Для предпринимателя, который хочет заработать миллиард, очень важно во время запуска своего бизнеса понимать, может ли он вообще в своем бизнесе миллиард заработать. То есть, оценка некая, да? Если он планирует миллиард заработать, ну, например, планирует он делать креативные свидания. Креативные свидания такой, бизнес. Но хочет стать миллиардером, в Forbes попасть. И у него сразу диссонанс такой. Желание и того, что он делает. И очень важно, чтобы он своевременно понял, что бизнес, которым он решил заниматься, это не на миллиард бизнес. Вот мы, например, достаточно рано поняли, что то, чем мы занимаемся, это не про миллиард. Потратили бы мы столько же времени, сколько мы потратили на образование, на продукт под названием бетонные смеси или мука, или строительство, мы бы уже приблизились к Forbes, к сотне. Потому что очень большой рынок, и заняв там какую-то долю в 20% или в 30%, вот ты и долларовый миллиардер. В образовании это невозможно. Ты не можешь в образовании стать долларовым миллиардером. В России точно, в Америке можешь, в очень редких случаях, таких курсерия, там всего 2-3 примера. И в этом смысле очень важно предпринимателю с самого начала понимать, зачем он туда идет, зачем он решил этим заниматься. Второе, мы видим эту проблему ключевую, в силу того, что в высших учебных заведениях нет обучения предпринимательству и бизнесу, никто тебе в ВУЗе не расскажет, что такое колл-центр, как делать лиды, как делать дешево, как настраивать ремаркетинг, как разрабатывать систему мотивации для сотрудников. В 22 года ты вышел как бы на рынок, ты, по идее, чем-то должен заниматься, но ты не способен заниматься бизнесом, тебя этому не научили. Второе, очень важно, это в очень коротком смарт-формате получить ключевые базовые компетенции предпринимательские в твоем направлении, если ты развиваешь малый бизнес, этого очень сильно не хватает. Придумывают велосипеды, через 5-6 лет могут начинать делать то, что можно было раньше прочитать. Я, например, лично 2 года работал с CRM-системой, с которой вообще не надо было даже связываться, просто потому что меня никто не научил, что не надо работать с этой CRM-системой, несмотря на то, что там открытый код, ты столкнешься с проблемами, просто не научили. Вот это вторая очень важная проблема. Ну и третья важная проблема, конечно, это люди. Почти все предприниматели малый и средний бизнес испытывают дефицит в кадрах, дефицит в людях, не понимают, как выращивать лидеров, не понимают, откуда их нанимать. И сложно очень без людей работать. И дело даже не в том, чтобы отдать кому-нибудь операционку. Генеральных директоров так вообще и исполнительных их нет. Их физически вообще раз-два и обчелся. Людей, которые могут реализовать предпринимательскую концепцию, крайне малый, дичайший дефицит. Которые про систему, не про эгегей, там шпагу взяли, побежали, взяли Батфорд, а которые им дали идею, они ее декомпозировали, разложили на проект, начали контролировать каждый из проектов. Система мотивации сотрудники, 12-часовый рабочий день. Вот эта нудятина никому не интересная и сильно никому не нравится. Это очень важная штука. Ее очень мало в предпринимателях. Способности операционно, способности к операционному и склонности к операционному менеджменту. Потому что я очень часто вижу предпринимателей, которые говорят, что они серийные предприниматели. Если мне кто-то говорит, что они серийные предприниматели, я понимаю, что у него нет бизнеса. Очень точно вы сказали, что не нужно изобретать велосипед, нужно врать и делать то, что уже сделано. Спасибо. Да, потому что я тоже вижу постоянно, что люди что-то придумывают, куда-то бегут, считают, что у них какая-то своя уникальная концепция, когда нужно хотя бы первое время делать то, что нужно делать. Да. Это что принесет совершенно точный результат. И очень мало кто хочет делать операционную. Если женщина отличается от мужчин, женщина, она может сказать то же самое, но лучше. Это наша работа. Учиться говорить лучше. Переводить на русский язык. А среди своих сейчас клиентов вы видите, какую пропорцию мужчин и женщин приходят к вам учиться? 70 на 30. 30 женщин. Да, 70 на 30. Может быть, уже ближе 60 на 40. И в этих 40%, 50 на 50, тех, кто хочет учиться развивать бизнес, и тех, кто хочет замуж. Ну, то есть, тренинги у вас тоже есть для тех, кто хочет замуж? Не-не-не-не. Никто ищет, а что же среди слушателей. Да, не в какой случае. Я в жизни не зайду в эту тему. Вы же с кого не прислушаете. Я в жизни не пойду в эту тему. Она лично для нас желтая. Мы никогда бы в жизни не пошли бы туда, в личное. Я имею в виду, они приходят на MBA за полтора миллиона рублей. по строению финансовой модели компании, просто мотивация немного отличается. Такие девушки есть, и дай бог им тоже здоровья. А вы когда выстраивали свою концепцию бизнес-школы, форумов, вы на кого равнялись? Кто для вас был таким авторитетным примером западным, может быть? Очень понравилась тема клубных дисциплин в Гарварде на МБА. Внимательно это изучали. И, по сути, эта концепция клубных дисциплин, когда предприниматели тусуются друг с другом на гольф-турнире, она и легла в концепцию нашего предпринимательского сообщества, которые тоже тусуются друг с другом и находят в этом массу полезного и нужного для них. Вот, наверное, такие примеры. А, English First, конечно, сумасшедшие шведы, делающие 2 миллиарда долларов, 2 миллиарда евро оборотом в мире. Это, конечно, очень крутые процессы. Ну, шведы, они не смеются, не улыбаются, они друг другу не рассказывают, с утра до вечера только над процессами думают. Ну, они такие самые, может быть, и неординарные. Они разбили концепцию, например, как нужно выступать еще очень много лет назад. Они абсолютно свободно ходили в джинсах тогда еще, когда спикеры старались как-то соответствовать определенному бизнес-стилю. Ну, это вы про Кьелу Норстерма говорите. Да, да, да. Но Кьелу Норстерма тот еще фрик. Он поразил. Но у нас еще был Чичеваркин, который точно так же выходил и поражал как спикер своей внешности. Все-таки это для меня швед – это серый, не улыбающийся мультимиллионер, думающий о построении процессов методично. То есть, кайдзен не японский в моем понимании. Кайдзен, я считаю, что это скандинавские страны наиболее успешно смогли опробировать модель постоянного усовершенствования. И в этом смысле скандинавы для меня всегда являются, все скандинавские компании, примером того, как надо, и как у нас не получается, как ты не старайся. В силу русского характера, когда вместо отчета о поручении ты докладываешь просто о том, почему не получилось, плюс веселый анекдот. Кстати, вот есть ли у нас особенности русского менталитета в продажах, например, в коммуникативных каких-то процессах? Негативные связаны с тем, что мы не в ладах с операционкой. Не любим мы это все. Да, мелкая моторика не для нашей страны. Нам праздник давай, конечно. Ну, конечно, нам давай масштаб, нам давай эгэй. Потому что страна большая очень, и все-таки влияет территория, и климат, и все влияет на предпринимательскую поведенческую модель. И в этом смысле, если бы мы были бы на очень маленьком участке земли, который надо было вот так потихонечку исследовать. И конкуренция, представляете, какая-то у нас романтина. Да, и конкуренция была. Так в России, что, 144 миллиона населения, но на территорию, которая, как там Северная Америка, чуть меньше. И в этом смысле это влияет на нас негативно. А что влияет на нас позитивно? Мы, конечно, нереально креативные. Мы креаторы. Я думаю, что мы креативнее американцев. Очень много новых идей появилось здесь. Мы не все сумели дожать. Много здесь появилось, там дожали. Нам становится скучно, мы бросаем. Да, нам стало скучно. Мелкая моторика, она отсутствует как фактор компетентный. Но мы очень креативные. Мы так придумываем. Мы много еще придумали. Интернет с высокой степенью вероятности придумали мы. Лампочку точно придумали мы. Очень много придумали русские изобретатели. Просто мы не смогли найти эту реализацию в продукте, в промышленном формате. А так, в общем, мы очень креативные. А вы как-то можете определить разницу в поколениях? Может быть, понятно, что существует теория поколений. Но мне очень интересно, что происходит с молодыми людьми с точки зрения их терпения. Потому что все хотят все сразу. Вот такое у них настроение, что я хочу все сразу. А видите ли вы в них такой ресурс трудолюбия, когда они готовы довести до конца? Вот через вас прошло тоже много примеров учеников, например. Первое. Молодых. Вся экосистема молодежная построена таким образом, что она не ориентирована на сохранение длительного интереса к чему-либо. Вся экосистема. Весь контент, все, что находится вокруг молодого человека, не рассчитано на то, чтобы длительно что-то делать. Было поколение радио. Ты хочешь, не хочешь, будешь это радио долго слушать. Начало, середина, конец. Ты не можешь перемотать. Ты слушаешь радио. Оторваться и потом прийти через какое-то время. Да, да, да. То есть это поколение радио. Они там ракет в космос запустили. В силу того, что, без компьютера причем, в силу того, что просто настроены были на длительные волевые решения. Их реализация. Их реализация, совершенно верно. В текущем случае это, конечно, невозможно. Потому что Инстаграм – это одна минута. Да, и это очень быстрый контент. Это огромный объем контента, большого контента. И, конечно, все это не тренирует волю. То есть воля тренируется в меньшей степени сейчас. Это первое. А второе, на что они способны и насколько они трудолюбивы. Ну, кто знает, кто это мерил. Это же невозможно измерить. Ну, я имею в виду примеры просто. Видите своих студентов, у кого что-то получается, наверняка они делятся с вами. Я рассчитываю, я надеюсь, что молодое поколение, станет при всех своих минусах, которые у них есть, нам удастся использовать их плюсы. А плюсы их заключаются в том, что, возможно, на их базе нам удастся построить одно из направлений экономики, которое может стать драйвером развития страны. Это две экономики, которые они могут строить. Первая – это цифровая экономика, которую они могут строить и строить будут точно лучше, чем поколение телевизора и поколение радио. И второе – это экономика креативная, очень важная, экономика креативная, на которой вообще американцы делают ВВП в своей стране. Поэтому если им при их очень короткой воле, при их достаточно слабых трудолюбивых характеристик удастся построить креативную и цифровую экономику в нашей стране, то это может стать спасением нашей страны с точки времени реализации задачи, стать самой великой. То есть сейчас это поколение, вот та молодёжь, которая есть, с ними сложно строить какие-то долгосрочные отношения, настраивать на марафонские дистанции в бизнесе. Получается, что это такое поколение для бизнеса-то непростое. Ну и ничего страшного. Зато они креативные. Как нам это всё использовать в собственных интересах. Это нас соображают. То есть мы вошли в эру, когда молодой будет учить старого. Мы с вами пойдём скоро на курсы, и преподавателем нашим будет не человек старше нас, как мы привыкли. А вы думаете, это по-другому происходит в жизни? Наши дети всегда нас учат. И мне кажется, я от ребёнка своего 15-летнего гораздо больше сейчас учу. Всё, значит, у вас уже появился молодой учитель. У меня ещё нет, я не имею под рукой человека, который меня учит, но скоро преподавание молодых старым будет. И это ключевое отличие этого времени, новой модели образования, где уже старый, он разбирается хуже. Спасибо вам большое. Очень интересная беседа получилась. Нам пора прощаться. Спасибо вам большое, дорогие телезрители. С вами была программа «Секреты большого бизнеса» с Морякей. Наш гость Григорий Оветов и ваши ведущие Ольга Корнилова и Алла Соколова. До новых встреч.